всем добрый вечер так как уже вечер рада приветствовать всех зрителей своего канала сегодня у меня необычное видео для моего канала давно я не снимала мастер-классы по приготовлению не показывала как я готовлю так как сегодня готовлю холодец я решила показать как я его делаю я его не делала вообще в жизни никогда у меня делали его всегда родители так один либо два раза где-то за зиму делали они его я вот что-то начала его делать и уже делаю раз шестой и соответственно хочу поделиться с вами тем что я задумала на сей раз у меня варилась почти 6 часов мяса ну вот что для холодца нужно я уж не стала показывать там свиные как вот ножки копытца не ножки как рульки что ли вот где мясо снизу на ножке находится и также кусочек говядины тоже с ножки там где побольше мяска вот варю в пятилитровой кастрюле очень длительно сначала замачиваю после того как замочила вот начну с чего после того как замочила я его какой-то период отмокает не знаю может я неправильно называю термин такой какое-то время постоит все вот это моё хозяйство после этого я воду сливаю заливаю холодной водой ставлю на огонь довожу до кипения мясо ну мясо я буду называть это мясо то что у меня приготовлено для холодца после этого как она закипит я буду совсем сливаю все она очень 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 нехорошая такая вся снова заливаю свежей водой холодной и варю после вот всего этого пять пять с небольшим может быть часов но на медленном огне сначала довожу до кипения посильнее огонь потом на медленном огне отмечаю время сколько мне нужно и варю дальше что мне понадобилось но вот на сей раз здесь у меня получается я здесь буду сбоку снимать руки мои будут поэтому не знаю удобно ли будет нет не всегда постараюсь я смотреть чтобы видно было это у меня нарезано мясо выборочное мясо свинина говядина дальше что вот которые прожилки или как вот это вот все называется вот это вся это вот такие жилистые что ли вот эти все сухожилия или что там вот она не знаю я не сильно опять же в этих терминах и ну вот это вот все я вылила вернее не вылила а получается я положила вот в комбайн здесь перемолола добавила сюда бульон немного и что дальше здесь у меня прозрачный бульон с чесноком кстати забыла еще очень много чеснока если средние то пару головок но у меня где-то полторы большие головки чеснока и здесь это у меня петрушка петрушку я точно также залила ну вернее рассолом конечно же раствором вот этим бульоном и еще забыла упомянуть где-то за час до окончания варки то есть через четыре часа после того как у меня варится вот это все где-то я добавляю столовую ложку на 5 литровую кастрюлю можно и чуть больше мне кажется будет не хуже соли и морковку можно морковку и раньше ложить я раньше готовил когда варила но она разваривается потом чтобы у меня была целая за час опять же я снова бросаю еще одну морковку чтобы она у меня была целенькая что проварена но целая и лук я снизу под видео постараюсь написать последовательность что зачем я делаю и сколько чего добавляю если кому будет интересно то вы смотрите под видео как это называется в инфобоксе что я сделала морковку я порезала первый раз когда я готовила у меня бы морковка была милкой и поэтому она у меня была порезана кружочками в этот раз я ее просто мелко порезала но вроде все подготовку я вам рассказала сейчас что будем делать я накладываю накладываю вначале морковь вот так вот я ее разбрасываю даже не кладу разбрасываю ее я добавляю для красоты соответственно следующее что будет да вот в прошлый раз я мясо добавляла сейчас я хочу сделать зелень вот так вот я у меня петрушка из морозилки поэтому я ее залила и она у меня просто так и хочется сказать в рассоле она у меня в этом бульоне очень оттаяла так так что я сделала сейчас добавляем мы мясо мясо сначала я руками распотрошивала а на сей раз вот сегодня я сделала ну порезала вернее ножичком потому что мяско было такие но отбираю хорошие кусочки и вот так вот у нас будет сейчас я льем раствор наш бульон здесь у меня чеснок вот если посмотреть ближе видно что там плавает чесночок чесночок я натираю на маленькой терочке вот на такой терочку я такую покупала в магнит магнит косметик вроде бы либо мне кажется либо просто в магните не в косметике вернее всего просто в магните размешиваем чесночок с бульончиком и аккуратненько заливаем вот если посмотреть я уж не буду здесь камеры вверх потом я постараюсь фото вставить хоть я не сильно в том я постараюсь и так а сейчас в конце я наливаю вот это можно посмотрите можно оставить вот так она будет как бы вот с такими как бы узорами где-то прозрачное где-то белое тоже мне кажется будет интересно смотреться можно и так вот я смотрю снизу снизу конечно думаю это не так но хотя когда застынет это будет видно но а я вот так вот размешиваю верхнюю часть и когда оно застынет я его переворачиваю изнутри я думаю должно быть прозрачная вот подсматриваю снизу я так красиво смотрится я обязательно постараюсь вставить фотографию но и вот на этом буду заканчивать так как мне предстоит еще сделать холодец вот это разлить а у меня уже несколько посудин заполнена и всем спасибо за внимание очень будет мне приятно если вы успеете к новому году приготовить холодец хотя длительно конечно готовить его и погода на улице теплая что конечно не позволяет выставить хотя в принципе можно выставить и наоборот оставить она не застынет но единственное что если произойдет перепад температуры допустим похолодает то уже можно опасаться за наш холодец выставленный допустим за окно поэтому я все же его прикрою получается я прикрываю у меня вот такая посуда допустим вот такая вот тара и я друг на дружку закрытыми крышечками ставлю в холодильник и прекрасно получается приклад прекрасный холодец и прекрасно он как бы вот скомпонован там стоит охлаждается затвердевает ну всем спасибо за внимание до новой встречи пока пока